Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Чем больше у человека денег, тем сложнее себе представить, как их возможно контролировать. Удавалось до последнего это депутату Слободской районной думы, миллиардеру Александру Лебедеву. Однако, как пишет газета Бизнес Новости, состояние его в этом году уменьшилось до 600 миллионов, тогда как в 2006, например, составляло порядка 4 миллиардов. И стоит отметить, что большую часть своего бизнеса Александр Евгеньевич потерял за последний год, когда лишился отношений со многими деловыми партнерами и государственными чиновниками. Вообще, нынешней России, а точнее его руководству предпринимателей нужны более спокойные, нежели оппозиционно настроенные Лебедев. Как говорится, еще один гвоздь в гроб и урок российскому бизнесу одновременно. Инфопресс Проверять, как люди в России относятся к чиновникам, депутатам и прочим властьимущим уже, видимо, бессмысленно. Поэтому взялись выяснять, как рядовые граждане относятся друг к другу. Как пишет газета Вести Вятка, активисты из Вятских Полян решили устроить жителям небольшую проверку. По сценарию, рядом с тротуаром падает человек и все происходящее снимает видеокамера. Собственно, тут-то и выяснится, насколько жители города черствые или, наоборот, добросердечные. Помогут они упавшему или нет. Хотя, думается, люди вполне могут и сами уронить, как только упавший признается, что это всего лишь эксперимент. Тут недавно депутаты подняли вопрос о том, чтобы разрешить женщинам служить в армии срочную. Правда, это лишь вылилось в обсуждение в СМИ, а дальнейшей перспективы предложения пока не наблюдается. Между тем, как пишет газета Репортер, начальник УМВД России по Кировской области Сергей Солодовников предложил девушкам вместо армии идти по контракту в полицию. По словам Солодовникова, срочную службу прекрасной половины он считает невозможной. А вот в МВД их рассудительность, внимательность и здравый смысл пригодились бы. Вот чего в нынешней полиции, видимо, действительно не хватает. Создается впечатление, что нас старательно пытаются запутать относительно будущего замглавы администрации Ленинского района Алексея Вершинина. В твиттере Никита Белых спросил у Алексея Александровича, не на его ли территории находится парк Капола. На что тот ответил, пока нет. Двусмысленности этому диалогу не занимать. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс